Конечно, Россия попала в очень сложную ситуацию в связи с падением цены на нефть, у перехода их в отрицательное значение. Совершенно очевидно, что когда отказывались в Малатии продавать сделку с ОПЕК, то Министерство Энергетики не просчитало до конца тот сценарий, который сейчас реализуется. Была надежность, допустим, на русскую ось о том, что пронесет, не пронесло. Конечно, большие проблемы возникают у нефтяников, потому что им нужно консервировать скважины, это довольно дорогое и сложное дело. Ну и, конечно, беда в том, что нам некогда в складе нефть, у нас нет нефтеналивных мощностей, нефть хранили достаточно для того, чтобы избыточную нефть хранить. Вот на такую ситуацию мы никогда не думали, что может быть такое падение спроса на нефть. Все это, конечно, усугубляет ситуацию бюджетом и оставляет очень мало вариантов для маневра. То есть могут быть варианты хорошие, хороших вариантов быть не может, могут быть варианты плохие и очень плохие. Либо девальвация, либо эмиссия, либо сокращение бюджетных и так далее.